Подъезд на улице Кутузова затопило нечистотами. В доме прорвало канализацию, но управляющая компания четвертый день игнорирует жалобы. Как выяснилось, конфликт с коммунальщиками тянется уже не один год. Какие претензии у обеих сторон и что делать, если от управляющей компании больше проблем, чем пользы в сюжете Елены Саткеевой. Утром просыпаемся, а тут ужас. Тут уже просто плывет все у нас. Дому, как и трубам, больше полувека, рассказывает Олеся. Ремонтная бригада приезжает на место несколько раз в год, но в этой ситуации коммунальщики помогать отказались. Слесар-управляющая даже якобы ударила Лесю, а прибывший на место директор вступился за сотрудника. Он посмеялся вроде бы ситуация. Ну, ты же знаешь, что пить женщину нельзя. Тебя в школе учили, и все. Соответственно, я была на эмоциях, я тоже кричала. Он мне сказал, а фабазолу, может быть, вам дать выпить? Вы успокоитесь. То есть, вы понимаете, да, к нам хамское отношение абсолютно. В управляющей компании Гвардейский парк отвечают. Байкотом решили проучить жильцов на прочистку трубы. За этот год они выезжают уже седьмой раз. Жильцы бросают в канализацию средства личной гигиены и продукты. В последний раз трубу забили гречкой, картофелем и детскими кашами. Жалуются коммунальщики. До директора управляющей компании мы пытались дозвониться весь день. Только с четвертого раза он взял трубку утром и пообещал дать комментарий позже. Дальше только волна пропущенных исходящих звонков. В четвертом часу вечера он все-таки вышел на связь и предложил сам встретиться около дома на Кутузово. Только вот в назначенное время он так и не пришел. Сменить управляющую компанию жильцы уже пытались. У них есть жалобы не только на канализацию. Мы убираем все сами. Подъезды, значит, мы закупили краску, мы закупили все доски, мы поменяли сами полы. Управляющая компания требует, чтобы мы платили им за все за это. Сделали сами козырек на одном подъезде, хотя у нас заявление написано уже год назад в управляющей компании лежит. Другие УК их дом тоже принимать не хотят. Жильцы говорят компании считают их невыгодными. Дом и коммуникации в нем старые. Денег на его ремонт нужно больше, чем жители готовы платить. Однако благодаря тому, что в доме меньше 32 квартир, жильцы могут сменить форму управления. Посредственное управление многоквартирным домом. В этом случае управляющая компания пойдет заниматься своими делами, а люди своим домом будут заниматься самостоятельно. У каждого потребителя будет свой договор с ресурсоснабжающей организацией. И то, что будет касаться вопросов текущего содержания, также будут самостоятельно все эти вопросы урегулировать. Сейчас в Красноярске около 50 домов обслуживают себя сами. Для этого жителям нужно подписать протокол на общедомовом собрании, отнести документы в свою управляющую, а та уже передаст их в стройнадзор. В дальнейшем УК лишат лицензии на обслуживание этого дома. Елена Саткеева, Павел Иваницкий и Станислав Смирнов. Седьмой канал.